Заграница Ситуация такова. В марте от Запада получили 17,5 миллиардов долларов в финансовой помощи. Этого мало, но следующий транш будет лишь в том случае, если переговоры о реструктуризации украинского долга завершатся к лету. Таковы условия МВФ. Никаких реальных предложений у Киева нет. Или перенести сроки погашения, или списать долги, которые Украина все равно не может выплатить. Как ни крути, а деньги одалживали бездонной бочке. Это шантаж. Дело в том, что, в принципе, если Украина объявляет дефолт, то с ней совершенно другие идут разговоры о долгах. Часть долгов просто превращается в безвозвратные. То есть Украина может их уже не возвращать. То есть это совершенно другая история с чистого листа, который начинает уже другая Украина. Если правда, что Украина – это Европа, пора бы понять, что халява – метод не европейский. Хоть бы на Грецию посмотрели. Можно сколько угодно менять власть, намекать на выход из еврозоны, но пока кредиторы сами не признают, что ты банкрот, платить будешь как миленький. Украинская власть и менять себя не собирается, и в еврозону хочет, но на своих условиях. Это традиция, что ли, такая, когда все Киеву должны. И Россия – газ за бесценок, и Польша – уголь, и вовсе даром. Украине брать денег неоткуда. Поэтому, естественно, она сейчас хочет все, и практически бесплатно. И газ, и кредиты, и финансовую помощь, и военную помощь, и все на свете. Потому что брать валюты неоткуда. Основные валютообразующие отрасли экономики лежат на лопатках. Машиностроение, химпром, металлургическая промышленность. Разорванные связи с Российской Федерацией, как бы мы ни относились к России сейчас в Украине, но вот эти разорванные связи, они доводят украинскую экономику просто в гроб. Не может Украина существовать иначе. Россия, кстати, второй по величине кредитор Украины. В 2013-м наша страна вложила в украинские облигации 3 миллиарда долларов. Срок расплаты – декабрь. Киев уже закидывал удочку, просил долги подрезать. В Москве отказали и дали понять – не будет денег, будет арбитраж. Это не какая-то особо враждебная позиция. Западные кредиторы тоже не горят желанием дарить Киеву свои кровные. Пять крупнейших кредиторов, владеющих украинскими бондами на 10 миллиардов долларов, работают над соглашением о реструктуризации долга, которая не предполагает для них финансовых потерь. А Киев работает над тем, чтобы решить все за других. Вот кабинет Яценюка объявил, что намерен реструктуризировать долг перед Россией в одностороннем порядке, то есть Россию не спрашивая. Интересно, объяснял ли кто-нибудь Яценюку, что отказ платить кредитору на его условиях – это и есть дефолт технически. Пусть даже само это заветное слово Арсений Петрович и не произнесет. Полный финансовый Майдан. Или сделайте по-нашему, или так и будем стоять. Вот только долго стоять не получится. Если не договориться до лета, Украина останется без помощи МВФ. Но тогда велик шанс, что держатели бондов не получат вообще ничего. Выражаясь шахматным языком, у Киева падает флажок, а кредиторы – в Цукцванге, когда выбирать приходится между плохим и худшим. Удивительно, как Киев ухитряется торговаться, находясь в положении, в котором вообще-то не торгуются. Ведущие эксперты Стендарт энд Пурс не исключают дефолт уже в мае. Ну а оптимистичным считается прогноз «да ладно, хуже уже не будет». Когда экономика работает нормально, хороший рейтинг, тогда дефолт отрицательно влияет на эти показатели, и тогда есть проблема привлечения зарубежных ресурсов. Украина сейчас не может выйти на рынок и привлечь ресурсы вообще. И по этой причине будет дефолт? Ну, хоро, ну ладно. Не будет тоже. Вот в чем проблема. То есть про него много говорят, но он уже на экономику не влияет. Вот знаете так, де-факто он есть, до Юрия его нет. В самом деле, какой инвестиционной привлекательностью может обладать страна, добровольно вбомбившая в каменный век часть собственной территории? Страна, погрязшая в коррупции, настолько, что по этому поводу сокрушается даже такой, ну, кристально чистый человек, как депутат и полевой командир Семен Семенчин. Воровство действительно в стране процветает. Воруют так, что, не знаю, мне такое впечатление, что до Януковича был посовестливее. Янукович был посовестливее. Оценка не клятых москалей, не агентов ОУН, КГБ и Кремля, а человека, который, что называется, в деле, в материале, в теме. Он бывший мошенник, ставший героем революции. Кажется, что он должен знать, и он, если он говорит, то говорит со знанием дела. И это понятно. В Украине борьба с коррупцией всегда проходила по знаменитой шуточной схеме. Если не можешь победить коррупцию, возглавь ее. И борьба с коррупцией всегда повышала только уровень ставок. За воровство и амбиции власти расплачиваться гражданам Украины. Они уже платят по повышенным тарифам за газ, свет и воду. В связи с последними событиями в Киеве, внимание украинцев переключилось на другие темы. Но пройдет пара недель, и начнут приходить коммунальные платежки за апрель с новыми цифрами в них. И протест, и так уже ставший для Украины повседневностью, начнется с новой силы. Жизнь стала нестерпимой. Жизнь стала нестерпимой. Никто на это не обращает внимания. Хотят снизить зарплаты, пенсии, ликвидировать бесплатный проезд для пенсионеров. За что у нас забирают пенсию? Только где у пенсионеров забирают пенсию? Выбрали таких, что не знаешь, куда идти. Или хлеб покупать, или платить за коммунальные услуги. А если в мае грянет еще и дефолт, население страны, поставленное на грань выживания, окажется за гранью. Для населения дефолт – это обвально, в разы обесценивающаяся национальная валюта, уже и так дышащая наладом. Это стремительный рост цен. Это рост безработицы, когда предприятия, работающие себе в убыток, начнут закрываться. Это дефицит, в том числе продуктов продовольствия, когда станет ощутимой нехватка своих товаров, а импорт окажется запредельно дорогим. Это еще больший рост преступности. И вот тут уже без иностранной помощи. Потому что мало найдется желающих давать в долг обанкротившемуся государству. Это будет полное банкротство и всей майданной власти. Вопрос только, понимают ли это в Киеве? Продолжение следует...